Слово Божие учит нас, что в последние дни 10 человек из всех народов ухватятся за одежду иудея. Бог напоминает церкви о иудейских корнях христианской веры. Сегодня я расскажу вам об этом. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Сегодня мы с вами побываем в Бразилии. Я говорил там к двум крупным церквям. Одна в городе Белло-Аризонте, а вторая в городе Кампинос. В Кампиносе я служил на пастырской конференции сотням пастыров, которые жаждали знать о иудейских корнях нашей христианской веры. Я не фокусировался на чудесах, я сфокусировался на здравой доктрине созидания царства. Давайте отправимся в Бразилию и посмотрим, что там делает Бог. Пока я учу церкви по всему миру об иудейских корнях христианской веры. Смотрите. Сегодня я покажу вам Бразилию. Я побывал в нескольких городах. Сейчас я нахожусь в городе Белло-Аризонте. Это один из крупнейших городов Бразилии. Я осмотрел город, чтобы увидеть весь спектр типов людей, которым буду служить. Итак, давайте отправимся. Мы начали с одного из самых богатых районов, а затем осмотрели и трущобы. Бразилия – огромная страна. Она будто сочетает несколько стран в одной, поэтому о ней сложно говорить однозначно. Не могу сказать, что в ней очень много бедных и очень мало богатых. У людей много финансовых нужд, все очень дорого, а дефицит экономики привел к высокой преступности. С духовной точки зрения – это религиозные люди. Они твердо верят в то, что считают истиной, хотя это не всегда истина. Но в целом они хорошо принимают духовные вещи. Это и хорошо, и плохо. В Бразилии сердца людей открыты для дела Божьего. Они принимают Слово Божие и повинуются голосу Духа. Поэтому Духу Святому легко действовать в их жизнях и сердцах. Люди в Бразилии очень нуждаются. Возможно, из-за множества трудностей. Поэтому нам очень необходимо ощущать движение Духа, распространяющего Слово Божие. Мы приехали в Бразилию, когда ощутили, что Бог призывает нас проводить наши миссионерские евангелизационные крусейды не только в Африке. Для нас открылись двери здесь, в Бразилии. В этот раз я здесь, чтобы прежде всего наладить отношения с ключевыми лидерами с целью вернуться и провести крусейды, дабы достичь потерянных. Но для этого мне нужна поддержка ключевых лидеров. У меня была привилегия познакомиться с ним. Он несет невероятное, глубокое откровение. Оно наполняет наши сердца такой силой, и мы яснее понимаем все библейские принципы. Визит Равина был для нас благословением. Он принес нам радость. Это было помазание небес. Равин очень понравился церкви, которой я руковожу. Мы приняли мессианского еврея, Равина. Это укрепило нашу веру. Наряду с формированием отношений с ключевыми лидерами, я также смог многим послужить. Я обнаружил, что они были очень голодны по пониманию еврейского Иисуса, по пониманию иудейских корней христианской веры. Я верю, что Бог призвал Рави приехать в Бразилию, потому что у него есть послание о иудейских корнях, в котором нуждается церковь. Очень важно соединить Ветхий и Новый Завет, потому что, как сказал Равин, наша вера родом от иудеев. Нужно понимать, где наши корни, чтобы лучше понимать самого Бога. Поэтому Господь и призвал Израиль построить Скинию в 25 главе Исхода. Он хотел быть рядом со своим народом, в сердце Бога, желание жить с нами. Это послание очень нужно, потому что сегодня среди христиан много непонимания касательно евреев и язычников, как мы представляем язычника. Он спасается и идет на небеса. Но мы никогда не смотрели на это с точки зрения приглашения в содружество с Израилем. Хочу поговорить о том, как мы здесь оказались. Как церковь отделилась от своих иудейских корней. Знаете ли вы об этом? В субботу я проповедовал два раза и назвал примерно 12 исторических и богословских причин того, что иудаизм и христианство стали двумя разными движениями. И о том, почему традиционный иудаизм смотрит на христианство и на Иисуса, как на нечто не иудейское. Во второзаконии 6 главе 4 стихе есть самая знаменитая декларация иудаизма. Господь Израиля, Эхад, что значит «один» или «единой». Но послушайте, в Писании слово «эхад» означает не только отдельную личность. К примеру, в Бытии мы читаем, когда мужчина женится, он оставляет своих отца и мать, и тогда двое становятся одной плоти, единым телом существом. На иврите «здесь» стоит это слово, слово «эхад». Это было очень схоластическое послание. Оно несло много информации. Однако, продолжив служить на следующий день, я говорил о любви отца и о том, что церковь — это невеста Христа. Это связало все аспекты воедино. И люди ушли очень благословленные. Все они осознавали, как хорошо было сбалансировано это служение, потому что там было учение. Даже будучи пастором, я никогда не слышал таких ясных объяснений. Это было глубокое и основательное учение по Слову Божьему. Оно принесло в мою жизнь ясность и осознание реальности Христа. В моей жизни много сложностей. Мой муж лежит в коме уже семь, почти восемь месяцев. Я много размышляла о том, любит ли меня Бог. Во время этого служения я ощутила, как Бог говорит в мое сердце. Он сказал, «Не волнуйся. Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Я с тобой. И я помогу тебе. Я рядом». Для меня это было просто потрясающе. Я чувствовала его руки, слышала его голос, слышала, как он говорит со мной. Он положил свою руку на мое сердце и сказал, «Дочь, я с тобой». Я с тобой. Это было не просто слово. Он будто держал меня. И в его руках я чувствовала себя в безопасности. Сейчас мужа нет со мной рядом. Но Бог обнял меня и сказал, «Я с тобой. Я позабочусь о тебе. Тебе не нужно что-то понимать. Тебе нужно просто мне довериться». Равин передал нам понимание наших иудейских корней, и это было очень важно для моей жизни. Я понесу это послание в свое собрание и в мир. Возлюбленные, хочу сказать вам спасибо за то, что сделали возможным это служение. Без вас мы бы не могли поехать в Бразилию. Я не мог бы транслировать эти программы по всему миру. Мы бы не могли ездить в Африку, Израиль и многие другие места, куда Господь посылает меня проповедовать. Знаете, жизни людей действительно меняются, радикально меняются, радикально спасаются. Уникальным аспектом этой поездки была возможность послужить такому количеству пасторов в столь важное время. Это принесет умножение. Они поедут по своим церквям, в свои собрания, и Царство Бога будет умножаться. Я люблю вас и хочу поблагодарить за вашу финансовую поддержку. В церкви Кампиноса мне больше всего понравилось стремление не только достигать своего собрания, но и влиять на весь район. Они поняли, что просто проводить служение недостаточно. Поэтому они построили в своем районе школу, чтобы заложить библейское основание, обучая детей дошкольного возраста и более старших детей. Это такое благословение увидеть христианскую школу. Нам показали несколько классов. В одном из классов мне дали возможность обратиться к детям со словом. Это было такое благословение. Задам вам один вопрос. Первого, кто поднимет руку, я позову сюда и дам ему один доллар. Вы готовы к этому? Я послужил библейской викториной молодым людям. Это было очень весело. Они все время смеялись. Как называется столица небес? Иерусалим. Да, Новый Иерусалим. Поздравляю. Это было очень весело. Они смеялись. Если бы я не был апостолом, пастором, пророком и евангелистом, я бы с радостью служил в начальной школе. Мне бы понравилась такая жизнь. Я думал, что это было очень впечатляемо когда Рабби блестил студентов before they left. Это был момент которые студенты никогда не забудут. Приехав в этот город, я сдерживался, чтобы не заготовить большую часть проповеди заранее. Я хотел прочувствовать, что именно происходит в этом районе, в духе. Поднявшись на сцену, я был открыт для водительства Духа Святого. Я смог прочувствовать духовный климат людей, которые находились в аудитории. Кто из вас бывал в ресторане? Вы смотрели вокруг и видели, что все посетители говорят по своим телефонам. Кто из вас видел это? Кто из вас спит рядом с телефоном, когда он лежит у кровати или подушки? Теперь подумайте. Вот о чем. Нам нужно умереть для внешнего мира, чтобы стать чувствительными ко внутреннему миру. Нам нужно принять решение любить Бога больше, чем общение с друзьями в интернете. И это не означает, что мы не должны пользоваться соцсетями. И это не значит, что мы не должны общаться со своими друзьями. Это значит, что нужно разрушить демоническую зависимость. Тогда мы перестанем, проснувшись, сразу же хвататься за смартфон, и вместо этого будем начинать свой день, отдавая свои сердца Богу. Я призвал людей покаяться в этом и поставить барьер между ними и технологиями, между ними и интернетом. Затем мы призвали людей выйти вперед, и люди охотно откликались, потому что очень многие зависимы. Часть людей осталась на своих местах из-за страха, что я попрошу вас избавиться от вашего смартфона. Значит, вы приняли решение. Вы выбрали смартфон, а не Иисуса. Но все проще. Чем вы думаете? Я дам вам еще один шанс покаяться. Сосчитаю до трех, и попрошу тех, кто еще сидит, выйти из зоны комфорта, и мы помолимся. Один, два, три. Я чувствовал, что происходит, и проповедовал против зависимости, которая удерживает людей от более глубоких отношений с Богом. В конце послания не осталось никого, кто не ощутил бы обличения. Я видел, как люди выходили к алтарю. В моей церкви такое нечасто бывает. Сегодня вышли все. Абсолютно все. Я видел, как слезы текут из глаз. Я видел, как они каялись перед Богом. Когда я вышел из здания, меня встретила пара. Они специально ждали меня у выхода, потому что накануне девушке приснился сон. В этом сне она увидела, что ее муж зависим от компьютера. Прошлой ночью мне приснился сон. Я увидела старика, грязного и неприятного. Он связывал руки и ноги моего мужа. В этом сне мой муж все время смотрел в компьютер. Я пыталась позвать его, чтобы он увидел, как этот мужчина связывает ему руки. Но муж меня не слышал, потому что этот старик закрыл ему глаза и уши своими ладонями. Сон в точности повторял то, о чем вы говорили в своем послании. В этом сне муж пользовался ноутбуком и телефоном одновременно. Оба гаджета были включены в розетку, поэтому заряд никогда не кончался. В этот момент я начала молиться, и цепи, которые связывали его руки и ноги. Они просто разрушились. Они спали. Как вы думаете, как Бог подействовал через то, что сегодня происходило на этом месте? Когда раввин служил нам, я видела, как Бог действовал и исполнял то, что Он показывал мне во сне. Мой муж вышел на молитву. Он спустился с балкона, чтобы за него помолились, и теперь он чувствует свободу. Сегодня я ощутил, как Дух Божий проговорил ко мне. В нашем доме есть маленькая комната, в которой мы молимся. Обычно я шел в эту комнату сразу с утра и молился за души в других странах. Однако я стал зависим от телефона и с утра брался за него. Сегодня, когда вы молились за меня, Бог ясно проговорил ко мне. Вернись к прежнему образу жизни. Я хочу еще раз помолиться за вас. Бог Отец, своими Иешуа, спасибо тебе за эту пару. Благословений вам. Эта тема очень дорога моему сердцу. Я твердо верю, что дьявол отвлекает Божий народ технологиями. Сегодня это одна из самых мощных зависимостей на Земле. Куда бы я ни поехал, в какой бы стране ни побывал, люди зависимы от своих телефонов. Пока вы смотрите эту программу, задам вам вопрос. Вы зависимы от смартфона? Вы зависимы от технологий? Как часто вы проверяете свою почту и аккаунт в соцсетях? Возможно, для кого-то из вас это не проблема. Но я убежден, что для многих, а возможно, даже для большинства, это огромная проблема. Беда технологий в том, что дьявол переносит нас из нашей души в псевдореальность, чтобы мы фокусировались на том, что вне нас, вместо того, чтобы оставаться на связи с тем, что внутри нас. А внутри нас возлюбленные. Живет Иисус. Мы не можем осознавать, что Божий Дух Святой живет в нас, если мы связаны с тем, что происходит вне нашей души. Нам необходимо вернуться. Писание говорит, «Расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему». Дьявол буквально уводит людей от собственной души, чтобы те через технологии были на связи со сферой тьмы. Послушайте, то, что делают люди, это только фасад. Те автопортреты, что люди рисуют в соцсетях, это нереальный мир. Если вы обнаружили, что спите рядом со своим телефоном, а утром просыпаетесь и первым делом беретесь за него, либо проверяете свой телефон каждые полчаса, а иногда и чаще, то я скажу вам, дьявол наносит вам вред. Бог желает, чтобы вы вернулись. Конечно же, технологии можно использовать как очень эффективный инструмент. Но для многих из нас они стали не инструментом, а хозяином. Хочу бросить вам серьезный вызов. Дисциплинируйте свою жизнь по отношению к технологиям. Хочу ободрить вас. Давайте вернемся к истокам. Давайте побудем в покое перед Господом. Побудем рядом с Ним, в Его Слове. Давайте будем фокусироваться на реальных отношениях, а не на псевдоотношениях, которые предлагают технологии. Возлюбленные. Подумайте об этом очень серьезно. Это не мелочи. Дьявол использует все это, чтобы отделить людей от Бога. Однако силой Божией вы можете вернуться, дисциплинировать себя и подчинить себе технологии, не позволяя им при этом владычествовать над вами. Бразилии нужно не просто Слово Божье, но нам нужно действительно пережить это помазание. То, что Он приехал к нам, это Божья поддержка для нашей Церкви. Я уже слышал и видел результаты Его посланий в наших сердцах. К примеру, сегодня мы встретились с нашими пасторами. Все они рассказали, как много Бог говорил к их сердцам и как открыл их умы, чтобы увидеть то, чего они раньше не видели. Бог двигался особенно сильно на утреннем служении. Я ощутил, как Он убрал огромную ношу из моей жизни. Думаю, что многие другие тоже это ощутили. Теперь я вижу Бога еще глубже. Я вижу, что Он рядом со мной каждую минуту, даже когда я не повинуюсь Ему. Он не отвергает меня, но вместо этого Он всегда рядом, и Он ждет, когда я вернусь к Нему, когда дам свое сердце. Хочу поблагодарить вас за то, что побывали сегодня вместе со мной в Бразилии. Возлюбленное для меня действительно много значит, когда людям нравится то, что Бог делает через это служение. Я не знаю, что еще сказать тем из вас, кто принимает участие своими финансами и молится за нас. Из самой глубины моего сердца я говорю спасибо. Хочу заверить вас, Бог действительно меняет жизни людей через это служение. Куда бы мы ни поехали, мы видим, как люди спасаются, обретают свободу и как преображаются их жизни. Возлюбленные, это служение действительно приносит свои плоды. Многие из вас не могут путешествовать по миру, не могут появляться на телевидении, как это делаю я, но те из вас, кто поддерживает нас своими молитвами и финансами, получат награду за все плоды, которые Бог производит через это служение. Последними словами Иисуса были такие. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Именно это мы делаем через программу «Еврейский Иисус». Это простое служение учит основам веры, и мы видим невероятные плоды. Молюсь о том, чтобы с дерзновением проповедовать Иисуса и возвещать о Его возвращении. Когда вы продолжаете нас поддерживать, могу заверить вас, встретившись с Иисусом, вы получите награду за каждую жертву и молитву о том, чтобы Иисус исполнил свои цели для этого служения. В послушании всегда есть благословение. С вами был Равин Шнайдер. Люблю вас, а самое главное, вас любит Бог. Шалом! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Узнав о программе «Еврейский Иисус», я поняла, что наконец нашла то место, где могу углубленно изучать Слово Божье. Бог так невероятно вас благословил, Рави Шнайдер. Спасибо вам. Шерват из Мичигана. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Будьте Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. И если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Доблагословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое. И да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Продолжение следует...